События, произошедшие 25 марта в Кемерово, заставили содрогнуться миллионы сердец. Каждая семья вправе задать вопрос, насколько безопасно посещение кинотеатров и торговых центров в нашем городе. Как срабатывает противопожарная сигнализация? Съёмочная группа ЗАПТВ решила провести свою проверку в местных кинотеатрах. Под прицел наших камер попали Удакан, Центавр, Комета и Бригантина. Кинотеатр Удакан открыл свои двери в далёком 1976 году. За время своей работы пережил поджог, который случился 27 мая 2007 года. В данное время в кинотеатре установлено оборудование «Орион». Это программа обеспечения, которая работает в комплексе с болид. Это пожарные извещатели, которые позволяют в кратчайшие сроки выявить, реализовать пожар и принять меры по его тушению. В кинотеатре постоянно проводится инструктаж по пожарной безопасности. Всегда исправные технические средства пожаротушения. То есть, имеется 11 пожарных кранов, огнетушителей в каждом помещении. В кинотеатре Удакан есть два выхода из зрительного зала, через которые люди в случае пожара могут выйти прямо на улицу. Такой же выход есть и на втором этаже. Над каждой дверью есть табличка с надписью, которую хорошо видно в темноте или при задымлении помещения. Следующим кинотеатром в нашем списке стал Центавр. «Мы находимся сейчас в малом зале. Здесь у нас расположен огнетушитель в углу. Сверху находится звуковое оповещение, датчики дыма и здесь аварийный выход. Аварийный выход закрывается только на щеколдой. Все свободно просто. Огнетушители все пронумерованы. Вот дата. Пять лет у него срок действия. Здесь давление в норме. На выходе из зала расположен один огнетушитель. Также огнетушитель расположен в поле. На дне находится полка». В кинотеатре Центавр круглосуточно находится дежурный, следящий за щитом, на котором расположены все датчики, отвечающие за безопасность людей в здании. Тут же есть план эвакуации. «Кинотеатр и бар «Месоед» неоднократно проверялись органами пожарного надзора. Поэтому мы для себя сделали вывод, что нужно один раз сделать хорошо пожарную безопасность, чтобы к этому не возвращаться, чтобы люди, которые приходят в кинотеатр, были в безопасности». Кинотеатр «Кометов» ТРЦ «Фортуна» вызывает сомнения, так как он находится на втором этаже здания и у него нет прямого выхода на улицу. Директор торгового центра доказывает, что закон не нарушен. «В нашем зале есть система оповещения голосовая о том, что в случае тревоги она оповещается, что нужно покинуть зал. Помимо всего у нас стоят по нормам датчики задымления. В случае пожара они подают на пульт управления по пожарной безопасности напрямую сигнал о том, что произошло возгорание. Помимо всего наши залы оборудованы огнетушителями. В каждом зале стоит согласно нормам по одному огнетушителю. И помимо этого есть у нас в коридоре при выходе пожарные гидранты». Отделка зала в кинотеатре «Комета» выполнена из материалов с соответствующими сертификатами. Покрытие и стены безопасны. При их возгорании будет выделяться минимальное количество вредных веществ. Двери не закрываются на щеколды или замки. Любой желающий может спокойно встать и выйти, если ему это понадобится. Последним в нашем списке стал кинотеатр «Бригантина», в котором также, как и везде, есть два зала – большой и малый. «Сейчас мы находимся в малом зале. В соответствии с требованием пожарной охраны, мы обеспечиваем наш зал пожароохранной сигнализацией. Это вот видите на потолке датчики задымления. В случае задымления они срабатывают и далее сигнал уже уходит на центральный пункт пожарной части. Далее выхода обозначены у нас светящимися табло. Двери запасных выходов открываются свободно. Шпингалеты легко открываются. Во время сеанса у нас они вообще не закрываются и не положено их закрывать». В зале предусмотрен пожарный кран, срабатывающий при возникновении огня. Голосовое оповещение. Оснащенность малого зала полностью дублируется в большом зале. Также мы хотели посетить кинотеатр в торговом центре «Ликерка Плаза». Но администрация центра отказала нам, объяснив это тем, что сейчас ведутся внеплановые проверки и они ждут официального оглашения результатов от прокуратуры Забайкальского края. В связи с ситуацией, возникшей в Кемерово, все объекты подвергаются тщательной проверке на соблюдение правил пожарной безопасности. «Прежде всего я хотел бы обратить внимание на ответственность учредителей данных заведений, руководства учреждений, да, и в особенности вот организаторов таких массовых мероприятий для детей. Конечно, прежде всего надо самим удостовериться, что с точки зрения безопасности в данном учреждении все как бы в норме. Вот буквально мы постоянно тоже проводим такие мероприятия, да, уже безотносительно к тем событиям трагическим, которые произошли в Кемерово. И коль скоро такие мероприятия проходили, скажем, по моей инициативе, я лично, да, вот в Дакане заблаговременно приходил с директором сапожника Александром Михайловичем. Все проходили, проверяли места выхода, чтобы я был сам убежден, как, не дай бог, что если что-то произойдет». 28 марта в России объявлено днем общенационального траура. Чтобы не повторить таких страшных ошибок, мы должны не только возлагать ответственность на других, но и сами помнить о ней. Юлия Сидельникова, Татьяна Шофеева, Евгений Погорелый, Владимир Николаев, ЗАПТВ.